Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу выпла, рекордный приток инвестиций в Ethereum, BTC, Solano и XRP продолжатся ли рост? И в недавнем отчете CoinShares отметил значительный приток средств и инвестиционные продукты, и, как вы понимаете, что, получается, объемы торговли составили 8,9 миллиардов, но за 7 дней в этом году, получается, средний показатель был 21 миллиард. Лидером стал биткоин, 1,35 миллиарда, что стало одним из самых существенных еженедельных притоков, ну и, как вы понимаете, отток 8,6 миллиона, но 8,6 миллиона оттока по сравнению, там, миллиарды притоков, это полные копейки, я считаю. Вот, далее, что еще, то, что эфир у нас последовал приток, получается, 72 миллиона, ну, естественно, спортовый эфир ETF начинают обсуждать, когда же его полноценно примут все фонды, да, ну, я уже сказал, 4 декабря. Вот, другие альткоины также показали приток, это Solana, Evalanche, Link, XRP, то есть, обратите внимание, только CBDC криптовалюты, совпадение ли это, не думаю, да, и получили 4,4, 2,1 миллиона, 3 лям, соответственно. Сохранится ли импульс, пока что, непонятно, но, как вы понимаете, настроены оптимистично в отношении того, что эфир ETF якобы 18-го числа, но, блядь, полностью его все равно не примут, а даже если примут, то, значит, понимаете, что могут потом другие новости подогнать, что, типа, вот теперь Solana переключаемся на XRP, на ADU и так далее. Три важнейших технических индикатора по XRP стали положительными, поскольку XRP вырос на 35%, да, за 2 недели, и это у нас RSI какой-то, RSI и MACD стали положительными. Ну, конечно же, индикаторы подстраиваются постфактум, как вы понимаете, что это очень круто, но, по сути, что крутого, если цена уже подросла, и тогда только индикаторы отработали. Почему-то они не отрабатывали, когда мы стояли в районе саркоцентов, а отработали только, когда сходили на 55, а то и 60 центов. Совпадение ли это? Ну, да, конечно, потому что работает все это постфактум. Далее, получается, у нас сообщается, что Apple выходит из инвестиций в партнера по трансграничным платежам Трангла, да, и продала свою долю. Ну, и, конечно же, это на текущем откате по рынку, да, то есть рынок пошел в откат, и внезапно Apple якобы что-то там продала, ну, и толпа, естественно, все в усерачке. И, как вы понимаете, для упрощения международных платежных операций они использовали, ну, а продали, получается, сослалась на информацию Crunchbase, надежная платформа для деловой информации, да. Ну, и, в целом, создала путаницу относительно причин выхода Apple, ну, и, конечно же, ну, выход Bitstamp, вероятно, связан с приобретением Robinhood, но удивило появление Трангла, где Apple владела 40% акций трансграничной компанией, ну, и рекомендуется дополнительное подтверждение. Может быть, говорить, что это FAT, может быть, вполне, потому что специально льют негативный, ну, даже если они вышли, вообще, похеру, абсолютно, то есть, кто там, откуда вышел, в кого вошел, блядь, и так далее, то есть, вообще, абсолютно без разницы, потому что будет бычий тренд, будет альцезон, и все полетит. А вот эти вот FAT новости в моменте, потому что откат рынка, и поэтому у нас начали подогревать это все, ну, то есть, естественно, потому что мы подошли к уровню сопротивления и закономерный откат. Поэтому, я думаю, переживать за это не стоит. XRP ожидает взрывной прирост фондов на 250%, то есть, в 3,5 раза предвели вердикты по делу Ripple против SEC. Инвестиционные потоки, получается, у нас якобы должны увеличиться, ну, и по сравнению 400 тысяч долларов на прошлой неделе, и общий чистый приток средств XRP и ETP на, получается, там, европейских биржах, ну, превысил 19 миллионов. Ну, и также у нас SEC требует компенсации 2 миллиарда, ну, а ETP сказала, что больше 10 миллионов они не выплатят. Далее у нас перевод 136 миллионов XRP за 3 часа, что же происходит? Да ничего, блядь, смена рук, нахуй. Понимаете, то есть, ну, опять же таки, я же говорю, эти новости, ну, вот реально, ну, в натуре для олигофренов, то есть, для долбоебов, которые в это все верят. То есть, что, типа, суды какие-то, блядь, какие-то там выходы из компании. Ну, даже если это происходит в реальности, это вообще никак не влияет на цену, никак, абсолютно. Просто разве, ну, как влияет, понятное дело, что люди паникуют, но, по сути, если киты захотят удержать цену, они ее удержат. И никакие продажи толпы не прольют ее, понимаете, вот. И, ну, абсолютно похеру. То есть, что там перевод был на какие-то 18 миллионов долларов, блядь, ну, это вообще смешно, понимаете. То есть, киты там ярды гоняют. Вот, потом, типа, твит Илана Маска вызвала реакцию армии XRP. И что, блядь, скаманет, или что-либо, и говорит, важность покупки твиттер за 44 доллара опубликовал пост, вызвала реакцию, в частности, XRP и Shiba. Ну, и по поводу того, что логотип приложения X и логотип монеты XRP выглядят практически одинаково. Одна из причин, по которой все еще лелеет надежда, что XRP может оказаться среди криптовалют, которые Маск может интегрировать в свою компанию социальных сетей. И, как бы, логотип выглядит так же, как и логотип XRP. Хотя это уже обсуждалось хоть на сколько, в итоге Илон Маск ни хера не сказал, это просто, ну, подгон, что якобы, как вы понимаете, интеграция платежей уже 29 штатов. Ну, и, по сути, мы уже слышали, что CBDC развивается там сколько, 120 стран. И на данном этапе, ну, переживать вообще не стоит. По поводу XRP, люди залетели на FOMO, естественно, перед откатом. Я говорил, что откат неизбежен в ближайшие пару дней, потому что мы подошли к уровню сопротивления. Это было вполне ожидаемо. Ну, и мне даже люди писали, что они покупали XRP и сказали, блядь, а еще не поздно закупиться. Ну, то есть, да, были такие комменты, к сожалению, ну, как бы, заскринить не успел. Вот, ну, такое было. Далее, получается, у нас что? По доминации XRP тоже видно, что пока что она не планирует сильно идти выше. Но по поводу остальных монет тоже у нас откат. То есть, вполне закономерная ситуация. Толпа на FOMO позалетала. Ну, а теперь решили немножко ланги подзбыть. Вот. Поэтому, в принципе, такие мысли, такие дела по поводу XRP ждал бы отката. Откат куда? Где-то хотя бы, давайте глянем, ну, хотя бы куда-то вот сюда. 52 цента, тире, 48 с половиной, да, 48,7. Где-то вот сюда. Вот, перелома тренда не жду я, обновления лая. Если вернется все-таки на 42 цента, ну, это будет для вас подарок, вы соединитесь. Но, если вы провтыкали и, типа, не успели закупиться, да, то, ну, я вам соболезную. Потому что, ну, как бы, закупаться надо было до этого. Я говорил, покупайте вот здесь. Была у вас неделя, у вас было время вот здесь закупать. Я не говорю, что XRP там сейчас полетит на доллар 2-3 там. Скорее всего, сразу это вряд ли произойдет. Пойдет какая-то опять консолидация длительная, да. Но, в целом, я думаю, что уже к концу этого года мы увидим хотя бы какие-то поползновения. Если же не в конце этого года, ну, потолок весной мы уже заметим. Ну, я думаю, по XRP будет точно так же, как и до этого. Постепенный рост. И потом бум, в конце памп. Но памп, скорее всего, этот будет где-то, я думаю, весной 25-го. То есть, примерно апрель-март. Ну, а там уже будем посмотреть. Всем удачи и всем пока.